Шило в мешке не утаишь, стали известны подробности жестокого убийства. Испугавшись, он принял меры к устранению следов преступления. Алкогольное безумие или аморальный поступок. Втерся в доверие. Могилевчанка своими руками отдала нажитое патологическому вруну. Фигурант расхватился ими с другими гражданами. Что грозит рецидивисту? Включи свет. ГАИ усилила контроль на дорогах. Отпуская ребенка самостоятельно гулять или кататься на велосипеде, убедитесь, что он будет делать это в безопасном месте. За кем нужен глаз да глаз? Это сирена, громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы ложимся ровно в пять минут. Засекайте. В Славгородском районе от укуса змеи умер пенсионер. 66-летний житель Могилева приехал на дачу вместе с сыном. Днем 20 августа мужчины растопили баню и планировали отдохнуть после работы на участке. Пенсионер босиком направился в парилку, где по дороге его за стопу и укусила змея. Он не придал этому значения, но через пару дней плохое самочувствие дало о себе знать. Целую неделю пострадавший молчал об инциденте и отказывался от госпитализации. Пенсионера срочно госпитализировали в реанимационное отделение, но несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предположительно, пенсионер погиб от укуса гадюки. СК проводит проверку. От любви до ненависти завершено расследование уголовного дела об убийстве. 24 мая в Шкловском районе между нетрезвыми сожителями вспыхнула ссора. Ругань, которая продолжала сбитый час, из дома перетекла на улицу, а затем и в баню. Там-то пьяный мужчина окончательно вышел из себя. Схватил бутылку с легко воспламеняющейся жидкостью, выплеснул ее на возлюбленную, а затем поджег. Испугавшись, он принял меры к устранению следов преступления, а после обратился к соседям, чтобы они вызвали скорую. Прибывшим медикам он пояснил, что женщина занималась палом хозяйственного мусора и на ней загорелась одежда. Пострадавшая поступила в больницу с более чем 40% ожогов тела. Через несколько дней от серьезных травм она скончалась. Мужчина заключен под стражу за убийство, совершенное с особой жестокостью. Подпольный бизнес. Правоохранители изъяли у могилевчанина незаконный товар на сумму около 12 тысяч рублей. 17-летний житель областного центра хранил около 600 жидкостей к электронным сигаретам. Продукцию молодой человек приобрел в соседней стране для продажи в белорусском интернет-магазине. Несколько месяцев назад он уже привлекался к административной ответственности за схожее правонарушение. Сейчас парню грозит штраф под 4 тысячи рублей. Ящик Пандоры, горе-грабители, вскрыли похищенный сейф и сняли подробную инструкцию на видео. Двое приятелей узнали о крупной сумме денег у жителя Климович, который он хранил в квартире. Товарищи, недолго думая, проникли в жилище через балкон и вынесли несгораемый шкаф. Вскрыли его за городом на берегу водоема с помощью столярных инструментов. Внутри оказалось ни много ни мало – 25 тысяч долларов. Весь процесс грабителей зачем-то снимали на камеру. В настоящее время мужчинам предъявлено обвинение по части 4 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере. Санкции прокурора к фигурантам применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы. Доверяй, но проверяй, Могилевчанка лишилась крупной суммы денег. В милицию с заявлением обратилась 35-летняя жительница областного центра. Женщине отказываются возвращать долг в 30 тысяч рублей. Как выяснилось, деньги взаимы взял безработный мужчина, ранее судимый за кражи. Он убедил доверчивую приятельницу в том, что планирует покупку машины. Денежные средства обещал вернуть в ближайшее время. Женщина поверила и передала наличные. Фигурант расплатился ими с другими гражданами, которым задолжал крупные суммы. В отношении 29-летнего рецидивиста следователями возбуждено уголовное дело. Осторожность спасает жизни в Беларуси продолжается акция «Внимание, дети!». По 5 сентября все транспортные средства в светлое время суток должны передвигаться с включенным ближним светом фар. За нарушение штраф до 111 рублей. К ответственности уже привлечено 56 водителей. Главная задача госавтоинспекции – повысить уровень ответственности взрослых. Перед началом учебного года госавтоинспекция рекомендует родителям пройти с ребенком по маршруту из дома в школу и обратно, показав наиболее опасные места. Отпуская ребенка самостоятельно гулять или кататься на велосипеде, убедитесь, что он будет делать это в безопасном месте. В День знаний сотрудники ГАИ посетят торжественные линейки, также запланированы тематические классные часы, конкурсы, викторины и спортивно обучающие занятия. К слову, с начала года с участием детей в Бобруйске произошло 7 ДТП, 5 по вине несовершеннолетних. Это была «Сирена», но больше новостей ищите на нашем канале в Ютубе и соцсетях. Я Кристина Ренц. Увидимся через неделю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА